хорошо слышно хороший звук тихо так лучше так эхо теперь мне трудно воспринимать аудиторию очень большие пространства здесь и я не буду говорить по случаю праздника мы просто продолжим нашу беседу ежедневную ежевечернюю беседу по сути мы закончили с вами читать чтение о дамодара лили это было подробное описание из книги его святей что шварам махараджи который называется мама господа дамодары здесь были собраны комментарии многих практически всех ачарьев по этой теме получилось такое очень глубокое подробно литературное произведение художественное произведение об этой лилии о том как это происходило во всех подробностях что чувствовал кришна что чувствовал и шода кто был свидетелями этой лилы как они понимали ее включая жители вриндавана животных птиц и полубогов здесь была философская точка зрения и точка зрения личных взаимоотношений с богом это уникальный вклад шила правопада в западный мир нервишешешу нервишешу нервишешу то есть правопада он привнес личностное понимание бога и философия которая раскрывает подробности этих отношений в различных расах расах здесь описываясь в отца ли раса точнее и шоу да и кришны в отца ли означает родительские отношения и когда полубоги и мудрецы медитируют на эту лилу как не шо да может связать кришну она может его наказать она может его догнать а может его пугать наказанием она может его связать она может его воспитывать она может сильно-сильно любить его больше своей жизни и тогда мудрецы полубоги говорят какова же слава ешоды как ее писать потому что то что сделал ешода не мог сделать никто даже брама шива и богиня лакшми никому не удавалось вступить такие близкие отношения повелительные с господом ни брама не может связать его ни шива и богини лакшми но кто же такая ешода таким образом откуда эта удача они восхищаются пытаются обсудить это философски и не могут обсудить философски потому что кришна отличен от верховного господа на районе он имеет свое особое отличие то есть его даже с богом сравнить трудно бог этого мира как бы это вот вишну татва это господь на районе супруг богини лакшми но кришна он имеет особые черты неповторимые даже в на районе говорится что 50 качеств кришна может иметь любое живое существо если оно развито как джива татов как мы с вами мы можем обрести 50 качеств верховного господа но не в полной мере какой-то граничной степени но уже у господа шивы проявляется где-то 55 качеств господа на районе проявляется 60 качеств а у кришны 64 качества это отличает и вот эти четыре качества отличает его даже от господа на районе одно из этих качеств что он окружен прямо матурия особыми преданными непостижимые преданными которые больше нет нигде даже в области вайкунхи и вот ишода она относится к этой категории прямо матурия да совершенно особо неповторимые непостижимые отношения когда мать вечная мать кришна может управлять привлевать и наказывать этого нет дожной кунхи этого не может наблюдать даже богини лакшми это не могут понять даже великие полугоги вот это лила описывается в этой книге которую мы пытались ну как-то изучить или погрузиться потому что изучить эту лилу невозможно другим путем кроме как слушать об этом регулярно и углублять это слушание шрама нам киртаном прославляя качество ишоды и кришну прославляя его окружение его форму его имя и вот этот путь собственно кришне при помощи самого кришны при помощи уже игр джанма карма чами дьявьям и вам йовете таттва да то есть кришна говорит что не так то просто понять его явление в этом мире или деяния джанма карма джанма рождение и карма это действие если кому-то удастся понять его явление и игры в этом мире он больше не возвращается в руку самсары он не рождается больше в мире полном страданий душа его достигает освобождения и прабада иногда говорил что сознание кришны выше даже освобождения что преданный он не хочет освобождение он говорит нет я хочу просто вот погрузить свой ум в эти сладкие любовные отношения кришны его близких преданных непостижимая любовь поглощающая все существо духа уже включает себя освобождение освобождение становится не так привлекательным как эти черты поведения характер кришны все привлекающие верховного господа господа сердца проникающего в сердце наши чувства говинда и являющийся высочайшим объектом наших чувств нашего ума наших действий это называется все сознание кришны и да правопада дает нам эту философию уже в бхагавадгите уже в видении он описывает что бог это личность не можно иметь пять различных взаимоотношений раз по кранцу написывает это и ангитарджуна находится в дружеской расе упоминает об этом и бхагавадгита является таким примером где два друга могут беседовать но два трансцендентных друга это не имеет ничего общего с мирской дружбой или с мирской моралью с точки зрения духовных отношений мирские отношения не имеют особой ценности они временные имеют сюда недостатки недостатки порожденные эго живого существа ложным эго живого существа то есть это нельзя назвать игрой или наслаждением в полном смысле слова это порождает страдания все наши страдания из-за личных отношений поэтому некоторые философы даже отрицают личностные отношения лучше раствориться в небытии или в брамане лучше устранить все эти личностные черты мнений индивидуальности это все лишь разногласий и в итоге скорбь век кали мы видим сколько океан скорби океан недостатков почему почему из-за личностных отношений но пропагает нет эти отношения нужно очистить они сквернены они скверны болезнью ума болезнью желанием господствовать и наслаждаться в этом мире это также как больной человек ему все не в радость он не может с наслаждением не есть не спать не даже смотреть по сторонам не общаться с людьми нет лучше забыться это все все имеет какие-то страдания где болезненные оттенки но здоровый человек естественно вступает спонтанно в эти отношения находя в них радость наслаждение знания смысл высший и это материальная болезнь которую больные люди века ли она обостряется века ли называется океан порока калирдоша раджан нитхи говорится двенадцатая песня бхагава там калирдоша раджан нитхи то есть нитхи океан океан чего неблагоприятного дорогой царь века ли это океан порока говорится калирдоша раджан нитхи астихека махан гунан однако однако есть одно очень большое преимущество этого века кали который не имеет ни одна другая эпоха есть особое благословение особый смысл явиться век кали особая удача явиться век кали в эту короткую жизнь полную беспокойств болезни тревог и все же есть одна великая удача очень очень повезло людям кальюги те кто принимает процессом киртаны киртанатова кришна сия просто воспеваем на кришны могта санга парамраджет человек достигает освобождения всех страданий имя кришны имя кришны включается имя кришна означает также форма кришны его качество кришны действия кришны все это имеет сокровеннейшую суть для дживы вносит высочайший смысл наше существование всему придает высшее значение даже пищу которую мы едим если мы освещаем и предлагает кришна уже имеет трансцендентно высшее значение не говоришь если наши слова посвящены кришне наша жизнь посвящена кришне величайшее благословение века кали говорится асти хэка махан гунан махан великое качество великое достоинство в этом смысле мы удачливы век кали дается имя кришны который требует никаких строгих правил никакой специальной подготовки не нужно быть великим ученым или иметь какое-то происхождение особое нет имя кришны проникает сквозь все оболочки ментальные и физические все которые обуславливают живое существо какими-то названиями индус ли американец или русский это все лишь название название которое мы называем самомнение я так думаю о себе на уровне ума имя кришны рассеет все эти иллюзии я есть душа я частичка кришны я хотел кое-что почитать вам из учения господа капилы один очень интересный момент который пропад описывать там стих как бы имеет противоречие один из стихов этой главы имеет как бы некое противоречие который пропад объясняет в комментарии это касается души описание природы души который так трудно понять в этом мире понять себя труднее всего нужен свет свет киртанатэва кришна сия киртан кришны имя кришны и этот текст звучит так на санскрите тогда пуруша атманам кивалам пракрития парам ниран тарам своям джо тир аниманам акандидам здесь дается перевод сразу же тогда душа видит что трансцендентно к материальному миру и вечно лучезарно в этот момент она осознает что несмотря на свои ничтожно малые размеры всегда остается неделимой то очень интересный момент что как это понять несмотря на очень маленькие размеры что-то шватару пони шагает очень маленькие размеры если мы кончик волос разделим на 100 частей и частичку сотую разделим еще на 100 частей иметь некоторые представления размерах джиевы души очень маленькая ничтожная находится в волосе сердца и она дает в эту жизнь оживление оживляет отождествляет себя с этим делает как бы делает его живым который на самом деле лишь машина янтра лишь биологическая машина неживую но присутствие этой частички она а как бы оживает можем видите эмоции некоторые раз и вкусы чувства переживания привязанности симпатии антипатий то есть голод жажду планы то есть много-много чего в этом отождествлении целый мир разворачивается материальные то есть маленькая джиева она создает огромный мир материальных представлений отношений и в каждом теле находится такая джиева растение или три животные человек или полубог неважно все это джиева одна категория но здесь говорится несмотря на свои маленькие размеры она неделима послушаем что пропады пишет очистив свое сознание то есть обретя сознание кришны человек видит себя мельчайшей частицей не отличной от верховного господа как сказано в бхагавадгите джиева индивидуальная душа вечно остается частицей всевышнего вот это понятие частица всевышнего будет объясняться как карпускулы солнечного света это частицей излучения солнца так и живое существо это мельчайшая частица высшего духа индивидуальная душа не является частицей верховного господа материальном понимании не является вот она как бы кажущейся противоречии пропагать не является частицы в материальном смысле слова как мы это понимаем индивидуальная душа самого начала является частицей не следует думать что поскольку индивидуальная душа являются духовной частицей, то она отделена от духовного целого. Очень интересный момент. Эта философия, мы знаем, как называется, очиньте пьеда пьеда татва. Она едина с Богом. И в то же время отличная от Него. Вот это описание частицы. Неделимо, неотделимо от полного целого. Дух неделим в целом. То есть все это находится в духе, и в Брамане, и в Браматме. Так или иначе, это все в Боге находится. Это нельзя как-то разделить. Но в материальном смысле мы видим, что есть разделение, есть некий индивидуализм. Границы существуют. Я и мое. Это мое тело, это я. Но там другое тело, это уже не я, это чужое. Чужая область восприятия, недоступная для меня, скрытая от меня. Чем она скрыта, если мы едины и отличны? Почему единство исчезает? Почему я вижу только различия? Почему не могу понять в этом едином мире, не могу понять это понятие единства? Объединить свои усилия, объединить свою энергию, объединить свой разум человеческий. И действовать согласованно. Почему так трудно? То есть мы утразили сознание Бога. Мы осознаем только свою материальную индивидуальность. Когда мы говорим о частице, мы думаем, что это что-то отделенное от Бога. И говорится, нет, в духовном смысле отделение не происходит. Другой смысл частица вкладывается. Философы Майя Вадю утверждают, что реально существует только единый дух, а частица этого духа, называемая дживой, попала в ловушку иллюзии. Однако такая философия неприемлема. Ибо дух, в отличие от материи, нельзя разделить на части. Духовная частица джива вечно является частицей. Сколько существует высший дух, столько существует и его частица. Сколько существует солнце, столько существует и корпус солнечного света. Одновременно есть единство и различие, видите, одновременно. И никогда не кончится. Как говорят в Майваде, что это как река. Река, вот это индивидуальное живое существо, оно сливается с океаном, прекращается индивидуальное существование. Так же мы, как частицы, сливаемся с высшим духом, прекращаем свое индивидуальное существование. А пропала, говорит, нет, посмотрите, реки впадают в океан, это правда. При этом продолжают существовать, как реки. Они все равно продолжают существовать. Это вечный процесс. Есть слияние и есть также различие. Есть единство, есть различие. То есть это никогда процесс не заканчивается. Не следует думать, что всё сольётся в единый океан и прекратится индивидуальное существование. Такого никогда не случается на практике. Это лишь случается теоретически, на уровне ума. Это надуманная философия. Веда сказано, что размеры дживы составляют одну десять тысячу кончика волоса. Поэтому дживу называют ничтожно малой. Высший дух беспределен. А живое существо или индивидуальная душа ничтожно мала, хотя качественно она неотлична от высшего духа. То есть маленькая частица души сейчас находится в пятивоздушный поток. Вьяна, Пана, Прана, Самана, Удана. Она плавает в этих потоках тела. Мы это чувствуем как с вами? Как ощущение мышечных сокращений, как мигание глаз, как зевота, или голод, или жажда. Эти все функции тела связаны с деятельностью пран. И душа находится сейчас вот в этих потоках пран, в этих ощущениях. При этом есть еще ум, который грезит каким-то образом. И душа также плавает в этом, парит на платформе ума. Она мечтает о чем-то, где создает какие-то планы, она хочет их осуществить. И мы находимся в этой среде сейчас, обусловленной среде тонким и грубым телом. Но здесь говорится, вот точно так же мы можем находиться в сверх душе, в Кришне. Плавать в волнах экстаза, любви к Богу, наслаждаясь Его формой, Его именем, Его качествами. Все это является высшей энергией. Высшей, значит, высшей реальной, которая проникает полностью в чувства, ум, разум и удовлетворяет душу, говорится. Потому что материальные грезы и материальное тело не удовлетворяют душу. Мы не находим в этом полного удовлетворения, умиротворения. Мы же находим поверхностные какие-то ощущения. Но находиться в Кришне означает быть удовлетворенным до глубинной души. И в этой лилии Айишоди и Кришне мы видим, как эта любовь углубляется в этих отношениях, в этой расе, где Кришна принимает роль, подчиняясь любви своей преданной, принимает роль ее любимого ребенка, сына, вечного сына. И при этом он устраивает так, что любовь только углубляется, она только растет. Это лила называется. Это взаимоотношения. Душа попадает в океан разнообразия блаженных этих игр. Кришна всегда новый, всегда свежий, всегда юный. Отношения вечные. Мы читали в этой лилии. И в данном стихе особого внимания заслуживают два слова. Одно из них — ниранторам, что значит неотличный или качественно подобный. Другое качество — индивидуальной души, о котором говорится здесь аниманам. Аниманам значит ничтожно малый. Высший дух вездесущий и безграничен. А духовная частица, индивидуальная душа ничтожно мала. Акханди там значит не только неделимое, но и бесконечно малое по природе. А что значит это природа? Как мы говорим, я хочу делать то-то или то-то, мне нравится делать то-то или то-то, хочу одеваться так, а не иначе. Это относится к природе. Это природа моего желания. Природа касается желания. Желание человек проявляется в соответствии с природой. И по желанию можно понять природу человека. Так что же такое природа маленькой ничтожной частицы? Как это объяснить словом природа? Это ничто иное, как желание души. Быть маленькой пылинкой на стопах Гришны. Таково его непостижимые качества, таково его величие, такова его духовная сила, такова любовь Дживы, что она думает, что должна стать маленькой песчинкой на его стопах. В риндаване. Как Удава. Он прибыл во Вриндаван, чтобы дать наставление гопи, но увидев эту превосходящую любовь, Бхаву, Маха-Бхаву, он так и сказал, я хочу теперь быть просто маленькой травинкой, частичкой в Вриндаване, чтобы просто касаться стоп, примерно стоп, гопи, которые такую испытывают любовь в разлуке. Я хочу быть вечным учеником этих гопи. И так, Джива, по-своему, это такой вечный ученик, спутник-ученик, как Арджуна и Кришна. Арджуна — это вечный спутник, и он ученик также, потому что он спрашивает, всегда что-то новое. Кришна ему отвечает, Бхагавадгиту, вечно они обсуждают эту тему. Эта лила никогда не кончится. Арджуна и Кришна и сейчас где-то беседуют, и сейчас где-то путешествуют, и сейчас где-то обсуждают Бхагавадгиту, уже снова и снова, снова и снова. Говорит, я не устаю слушать, говорит Арджуна, как я чувствую, река нектара течет через мое уши, в сердце омывает. Даже перед лицом такой сокрушительной битвы Арджуна чувствует счастье. Великолепие Кришны, успех в своей жизни, оно возвышает. То есть Бог создает такие ситуации, чтобы маленькую Дживу возвысить и показать ее славу. Ты станешь таким мне другом, сказал Кришна. Такую славу придешь, Арджуна, твоя слава произойдет мою славу. Чудеса, чудеса, как это маленькое может стать таким великим в глазах Кришны. А великая Кришна, конечно же, это объект вечного служения, маленькой Дживы. Это выбор. Итак, позиция, конституциальная позиция Дживы не навязана законной материальной природы. Это вечный выбор конституции самого живого существа. Быть маленьким в безграничных объятиях Кришны. Удивительно, удивительно, что пропаду дает. Неравишеша, шуми, ваде, пача, тяди, что он распространяет эту философию, где в холодных районах пустоты и безличного слияния. Самоосознание подразумевает постижение природы своего Я. Сейчас мы отождествляем себя с телом, но оно не является нашей истинной сущностью. Мы не видим настоящей личности, которая обитает в теле. Первое, что мы узнаем из Бхагавадгиты, это то, что тело и его обладатель отлично друг от друга. Процесс самоосознания начинается с момента, когда мы осознаем себя отличным от тела. Эта стадия получила название Брамапфута. Ага, Брамасми, я не материальное тело, а дух. Каковы же качества дживы или души? Прежде всего, она Аниманам, мельчайшая, ничтожно малая. Это то, что нам предстоит познать еще глубже в процессе практики Бхакти. Потому что в материальном смысле это не престижно, это не возвеличивает, если кто-то становится здесь маленьким, незаметным, скромным, смиренным, терпеливым, он все равно, что умер, он просто не существует для материализма. если вы становитесь таким скромным, преданным, вегетарианцем, следуете регулирующие принципы, воспеваете постоянные имена Кришны, служите, то если родственники материалистичнее скажут, мы потеряли родственника, его все равно, что нет, он просто умер. Может быть, даже лучше бы просто умер, чем вот так вот при жизни. То есть, все, из материальной жизни, с конкуренцией такой человек выпадает, он не может вступить в борьбу, в эту калиюгу, сражаться за какие-то плоды труда, он живет по другим, по другим законам, живо. Мельчайшая, ничтожно малая душа, и, кроме того, душа излучает сияние, джоти, то есть, преданная выбирает эту маленькую позицию, мы учимся быть маленькими, но маленькая, в безграничном пространстве Кришны, это разные вещи. Не так, как однажды Парупада пошутил с тараканом. Где-то в Индии Парупада был с учениками, и таракан индийский появился во время их беседы. Индийский таракан, он значительная личность. Если вы впервые увидите его, вы сразу прекратите все дела. Сразу заинтересовались, что делать дальше. Это шок для западного человека, ведь индийского таракана огромного размера, черный, стремительный, как стрела, и отвратительный до невозможности. Он может прямо на вас побежать, и точно вы можете сознание потерять их страх. Поэтому все напряглись, подвели таракан. но праупада, поскольку вырос в Индии, он знал, что это безобидное существо, не следует бы. Он встал и взял руками огромного такого тараканища. Взял руки, открыл форточку, сказал, теперь я тебе дарю весь мир. Фью. Таракан освободился, получил освобождение. Так он пошутил. Вот так маленькая джива попадает в этот мир конкуренции. Теперь ты свободна, и мы страдаем от этого. Мы потеряны, мы одиноки. Это на самом деле не свобода, мы ищем прибежище. Прибежище в Кришне, который на самом деле дает безграничную свободу и безграничное прибежище одновременно. Никто другой не может дать безграничное прибежище. Лишь маленькое прибежище, ограничивающее наш ум, нашу возможность. Но Кришна дает прибежище и одновременно дает безграничную свободу по-настоящему. Бог. Маленькая джива, безмерно счастлива по своей сути общаясь с кришной и все что чем обладает кришна становится достоянием также и дживы как наследство отца естественно приходит и сыновья кришна красив безграничны и дживы становится также красиво рядом с кришной кришна обладает знаниями великими и джива рядом с кришной тоже чувствует что владает великими знаниями и кришна вода этой силой и славой и отречением и джива она уподобляется это частичка кришна качественно точно такая же становится мы видим что в этих играх кришной и его друзей непонятно где верховный они катаются ездят они в играх они борются с ним это побеждают его в этих играх трудно понять где же верховны когда брама увидел эти игры кришна подумал где же верховный это один из мальчиков пастушков он везут также как все другие он ничем их не превосходит они наслаждаются одинаково их возможности одинаковые их возраст одинаковый их качества одинаковые где же верховной где же верховной это удивительно приятно говорится одно из Четыре качества Кришны окружён удивительными предами, которые как бы равны Ему, а иногда даже превосходят Его, как Ешода, которые выше даже приказывают Ему, заботятся о Нём, наказывают Его. И Кришна чувствует безмерное счастье в этих отношениях. А Любовь подчиняется, Он принимает эту Любовь. Это Кришна. То есть о чём мы сегодня говорим? Что это хорошо быть маленьким в сознании Кришны? Это самая лучшая позиция, самая безопасная. Тринада пи-ису ничи, да? Тару-рапи-ису хишнуна. Аманина манадена, киртанеса. Да, гори, киртанеса, да гори, это же счастье. А как достигается это безграничное счастье? Это постоянное воспевание, постоянный праздник. Воспевание — это значит праздник, воспевание — это песня души. Киртанеса, да гори, киртанеса, значит, слава не прекращается. Энтузиазм не прекращается. А как? А нужно научиться смирению, терпению, почтению. И это школа жизни. Да, калер, доши, раджан, нитхи, потому что в этой жизни мы видим океан пороков, океан борьбы за существование. Выживем ли мы с вами, если займём позицию Тринада пи-ису ничи на? Став смиренными, став терпеливыми, сможем ли мы выжить в мире конкуренции? Но Бхага Вадгити в 15-м году Кришна говорит, нет, не нужно выживать, иди путём отречения. И в 18-м году Кришна говорит, оставь всё этот мир конкуренции, иди ко мне. То есть, иди ко мне, начинай служение мне, слушай во мне, говори обо мне, думай обо мне, и выполняй свои обязанности в этом мире. Думай обо мне, можешь выполнять свои обязанности, стань моим преданным. Вот и всё. И, то есть, в этом теле есть маленькая джива, и кто она? Она слуга Кришны. Там внутри слуга Кришны находится. Но в этом теле, в этом иллюзорном, материальном существовании, в этих ощущениях, в этих размышлениях, мы мним себя чем-то другим. Это навязано материальной природой. Итак, агамбрамасмия, не материальное тело, а дух. Каковы же качества дживы или души? Прежде всего, она анима, она мельчайшая, ничтожно малая. Кроме того, душа излучает сияние джоти, так же, как и сам Господь. С той же, только разницей, что его сияние, брама джоти, все проникающее и беспредельно. Согласно философии Майавады, живые существа тождественны брама джоти. В Майаваде приводят пример с горшком и воздухом. Воздух находится как вне горшка, так и внутри него. Внутренний воздух отделён от внешнего, только стенками горшка. Стоит разбить горшок, и воздух, и горшок сольётся с воздухом, находящимся вне горшка. Однако, эта аналогия неприменима к душе, что подтверждает данный стих, в котором Господь Капила называет душу «акханди» там, что значит, что дух. Невозможно разделить на части о том же сказанной Бхагавадгиде. Вот здесь прабхата опровергает философию манизма или персонализма. Зачем? Зачем какие-то философии опровергать? Зачем вступать в такие дискуссии? Для чего? Для того, чтобы устранить препятствия к Личности Бога. Философия Майавади препятствует познанию Личности Бога по этой причине. Это подобно, как бельмо на глазу. Нужно удалить его. Иначе мы не сможем увидеть истину до конца. Как говорит Ишапанишат, преданный молится, устрани, Верховный Господь, устрани, это слепительное сияние, Джоти, чтобы я мог видеть твой лик, твои черты личностные. Здесь то же самое говорится. Философия Майавади скрывает Личность Бога. Зачем скрывает? Чтобы встать на это место. Сливаясь с Богом, человек мнит, что он становится Богом. Это лишь мнение. Это снова игра ума. Это все еще нереально. Это иллюзорно. Но это последняя ловушка Майи, которую нам нужно будет победить. Чтобы вступить именно в непосредственное отношение с Верховной Личностью Бога. С которой мы едины, одновременно отлично для преданного служения, для отношений. Но мы не разрывны с Богом. Ниття Кришна Даса, говорится. Вечный слуга Кришны. Каждая джива — это слуга Кришны. Слуга всех привлекающих красоты. Наделенный всеми достоянием божественной безграничной степени. Мы слуги этой красоты. Это наша суть. Наша природа быть маленьким, вечным слугой величайшего. В этом есть одновременно единство различия, различные вкусы. Это раса называется. Ну, спасибо большое. Вот все, что я могу сегодня вечером сказать. И праздник продолжается. У нас много будет почетных гостей. Уже они вот приходят, почетные гости здесь присутствуют. Какая следующая программа, пожалуйста, объявляйте. Шелеправпадакий-джай.